В Казахстане планируют вести мораторий на прием на госслужбу. За последние 10 лет численность госслужащих увеличилась почти на 8,5 тысяч человек. В этом году казахстанские компании нефтесервиса не предложили ни один проект. Об этом стало известно на брифинге в столице. В Казахстане планируют вести мораторий на прием на госслужбу. Также в стране собираются бороться с отфутболиванием обращений граждан. Для этого будет разработана система одного окна по принципу Цона. За последние 10 лет численность государственных служащих увеличилась почти на 8,5 тысяч человек, превысив 90 тысяч. За этот же период расходы по их содержанию выросли более чем в три раза и составили около 600 миллиардов тенге. Вечерний час пик перекресток у дома министерств заполняют люди в черном. Выгруженные брюки, юбочки, строгие белые блузки и рубашки. В какой-то момент вам начинает казаться, что в столице проживают только чиновники. В этом есть доля правды. Все министерства, надзорные и контрольные органы находятся в Нур-Султане. В целях оптимизации Кабмин уже производил ряд поглощений и слияний. Реорганизация была преподнесена общественности под соусом повышения эффективности. Правда, насколько новые мега-министерства смогут улучшить показатели – большой вопрос. В обществе также обсуждалось предложение о необходимости моратория на занятие должностей на госслужбе. Соответствующий проект указа он находится сейчас на рассмотрении. И в рамках данного проекта также вопрос введения моратория на занятие должностей до 1 июля он рассматривается. Президент Токаев поручил сократить штат госслужащих на 25% в течение ближайших двух лет. Сэкономленные деньги направят на повышение зарплат чиновникам. Их поднимут от 30 до 150%. Оказывается, в госструктурах нашей республики работают почти 100 тысяч человек, которых мы с вами кормим. На их содержание из наших налогов ежегодно тратится 600 миллиардов тенге. Для сравнения, в Японии население в 128 миллионов человек обслуживает всего лишь 9 тысяч чиновников. То есть у них население больше в 7 раз, при этом чиновников меньше в 11 раз. Но, как признались спикеры, в этом году будет набор в президентский резерв. Мало того, людей будут набирать на контрактные службы. Правда, есть надежда, что бюрократии все-таки станет меньше. Также разрабатывается новая система E-UIT-NASH, а также система, которая позволит по принципу одного окна, как сейчас вот СОНО работает, по такому же принципу рассматривать и обращение заявлений граждан. Чтобы исключить практику, привычную практику, условно говоря, от футболивания того или иного заявления, чтобы вот это вот одно окно, оно распределяло по адресату изначально тот или иной предмет рассмотрения. Еще одна хорошая новость. Теперь при поступлении в Академию госуправления при президенте будет обязательным знание казахского. Как признались спикеры, по этому вопросу слышится много критики со стороны общественности в адрес госслужащих. Логично, что для качественного изменения госаппарата необходимо реальное сокращение его функционала, а не передача полномочий, говорят политологи. Тем более сейчас сформированы бюрократические конгломераты, но сокращают обычно именно тех, кто вкалывает, а руководители остаются. Бауржанжи Ахмед, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Поддержать бизнес намерены в правительстве. Меры поддержки озвучивали и раньше. Сегодня решили принять дополнительный, вдобавок к тем, что есть. 59 системных отраслевых вопросов развития предпринимательства определили в Нацпалате предпринимателей. Это наиболее пострадавшие секторы экономики. В 2021 году на поддержку бизнеса предусмотрено 703 миллиарда тенге в рамках программы экономика простых вещей ДКБ-2025, Янбек, Дорожная карта занятости и программы Нацбанка по кредитованию на пополнение оборотных средств. По экономике простых вещей с декабря 2019 года по март текущего года одобрено 2855 проектов на 700 миллиардов 300 миллионов тенге. Просубсидировано более 2200 проектов на сумму более 550 миллиардов тенге. Президент дал конкретные указания по поддержке бизнеса. Это должно быть в центре нашего внимания. В этих целях проектный офис подготовил дополнительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса. На заседании Высшего совета по части реформ был утвержден новый пакет поддержки. Начата работа по утверждению принятию необходимых нормативных и подзаконных актов. В этом году казахстанские компании нефтесервиса не предложили ни один проект. Об этом на брифинге в столице рассказал председатель президиума Кассервиса Рашид Жаксылыков. В этой связи журналисты спросили его, как не потерять доходы от нефти. По его словам, нефть была локомотивом экономики страны 30 лет. Но сейчас инвесторов стало меньше. И чтобы вырастить своих инвесторов, нужно прекратить девальвацию тенге, полагает эксперт. Иначе деньги уйдут в офшоры. Курс тенге менялся в зависимости от цен на нефть. Казахстанцы, похоже, и сами не заметили, как начали жить в состоянии постоянных девальвационных ожиданий. Опыт предыдущих трех обесцениваний национальной валюты преподал всем нам горький урок. Во-первых, стало отчетливо понятно, что тенге может упасть без видимых на то причин. Во-вторых, чем больше наверху успокаивает, приговаривая, что тенге силен и стабилен, тем больше у населения должно быть поводов для беспокойства. К тому же не нужно быть финансистом, чтобы заметить очевидное. Все предыдущие девальвации происходили одномоментно, резко. Ныне же мы наблюдаем так называемую ползучую девальвацию. Кстати, уменьшение инвестиций также связывает с обесцениванием нас валюты. Деньги уходят в офшоры, говорят эксперты. Бизнес, открывая компании в таких зонах, преследует сразу несколько целей. Во-первых, в офшорах налоги ниже, у офшорных компаний проще обстоят дела с защитой своей собственности. Такой бизнес сложнее отнять. Еще один важный пункт – возможность скрыть информацию о конечных владельцах бизнеса. Волатильность нашего тенге надо стараться стабилизировать. Допустим, казахстанские компании или казахстанские люди со списка Форбус, допустим, не боялись бы чего-то, то они бы аккумулировали все деньги здесь же. Но мы же на практике знаем, что есть большой спрос офшоров. Для чего? Потому что где-то, наверное, страхуются заработанные деньги, что под какой-то инфляцией не попало и за один день человек не стал на два раза беднее, чем был. Кому же выгодна девальвация? Выгодна тем, у кого большая часть расходов в тенге, а доходы в долларах. То есть экспортерам нефти, металлов и зерна, говорят экономисты. Соответственно, девальвация не выгодна импортерам, а импортируется у нас много чего. Мы импортозависимы по основной массе товаров, от компьютеров до одежды. Поэтому свободный курс тенге означает удорожание продукции, сокращение платежеспособного спроса, падение доходности предприятий и сокращение рабочих мест. Выход есть – развивать производство у нас. Но диверсификация казахстанской экономики будет неполной без таких направлений, как обеспечение потребностей добывающей промышленности, прежде всего – нефтегазовое машиностроение. Боржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Сразу 34 школы заминировали в Алматы. Об этом сообщили в департаменте полиции. Учебные заведения получили сегодня сообщение о том, что в зданиях заложены взрывные устройства. К тому же злоумышленник требовал денежное вознаграждение. Полиция отреагировала молниеносно. Саперы проверили каждое здание. Взрывных устройств обнаружено не было. Виновный пока не найден. При установлении и поимке шутника ему грозит наказание по статье 273 Уголовного кодекса Республики. Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. В настоящее время саперными подразделениями полиции проверены все 34 общеобразовательных учебных заведений. Информация о взрывных устройствах не подтвердилась. В настоящее время оперативными подразделениями полиции проводятся оперативно-рассказные мероприятия, направленные на установление личности анонима и его дальнейшее задержание. Он будет привлечен к уголовной ответственности по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Далее реклама. И вот что вы увидите после. Западно-Казахстанская область вновь перешла в красную зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. В регионе будет усилен карантин. В Уральске приход весны актуализировал вечную проблему о состоянии дорог. Когда начнется ремонт и сколько денег выделено на дорожные заплатки. Костанайских пенсионеров зовут за студенческую скамью. В региональном вузе для пожилых разработали специальные курсы «Серебряный университет». Встретить Наурыз с новой электроникой и бытовой техникой предлагают магазин «Мечта». Только до 31 марта магазин дарит скидки 20% на второй, 50% на третий и 80% на четвертый товар. Кроме того, действует рассрочка на 24 месяца. В «Мечте» представлен широкий ассортимент товара. Здесь можно найти все, от телефонов и аксессуаров к ним, до телевизоров, холодильников и холодильных камер самых последних моделей. Уважаемые жители и гости города, с рождением весны. Встречаем Наурыз улыбками, обновками, подарками. Только с 15 по 31 марта мы дарим скидки 20% на второй товар, 50% на третий или 80% на четвертый товар. Либо кэшбэк «Мечты» до 20%. А также рассрочка «Мечты» на 24 месяца. Разделите сумму покупки на 24 и наслаждайтесь покупкой уже сейчас. Делайте правильный выбор. Покупайте технику «Выгодно в мечте». Приходите, мы будем рады вас видеть. Спешите сделать выгодную покупку. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Улица Курмагазы, 69, в районе Центрального рынка. С 9 до 20 часов. И Сырымодатова, 10 дробь 1. С 10 до 20 часов. Обои от мировых производителей. Интерьерная краска от торговой марки «Де Руха». 3D-панели «Арт Поле». Фотообои и фрески на заказ. Литной декор из полиуретана торговой марки «Европласт». Декорум. Салон декоративных материалов. К новостям регионов. Западно-Казахстанская область вновь перешла в красную зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. С 20 марта в регионе будут усилены ограничительные меры. На субботу и воскресенье вводится локдаун. Специалисты отметили, что в праздничные дни идет активный перерост заболеваний. Людей в очередной раз призвали избегать массовые скопления и соблюдать санитарные нормы. Западно-Казахстанская область продолжительное время балансирует на границе желтой и красной зон. Сейчас кривая заболеваемости вновь поползла вверх. В последние сутки был выявлен 81 зараженный COVID-19. Санврачи заявили, что в марте более тысячи человек заболели коронавирусом. Самыми уязвимыми группами населения являются работающие граждане и пенсионеры. «Продовольственные и непродовольственные рынки, закрытые рынки не будут работать в субботу и воскресенье. Торговые дома, центры, график работы будет до 23.00, но вместе с тем они не будут работать в субботу и воскресенье. Сауны, спа-центры, будни работают с 9 до 23.00 и не будут работать по субботам, по воскресеньям. И объект общественного питания, у нас раньше график работал у них до 24.00, теперь график немножко сократили, будет до 10 вечера». Сейчас заполняемость инфекционных коек составляет почти 50%. 12 пациентов в регионе находятся в реанимации. Врачи продолжают второй этап вакцинации от коронавируса. «На сегодняшний день из поступившей партии 3250 первый компонент получили вакцинацию 2535 человек, из них педагоги 660, сотрудники силовых структур 188. На данный момент картина заболеваемости КВИ неблагоприятная. Пациенты поступают в инфекционные стационары с тяжелой и крайне тяжелой формой заболевания. Особенно тяжело протекает болезнь у лиц пожилого и старческого возраста». Медики призывали граждан принять активное участие в вакцинации. Сейчас получить прививку имеют возможности люди старше 65 лет. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральский приход весны актуализировал вечную проблему – дороги. После схода снега многие улицы города оказались в лужах. Под ними глубокие ямы, в которые может провалиться машина. Автолюбители ожидают начала ямочного ремонта дорог. Когда он начнется и сколько денег выделено на дорожные заплатки, узнавал Роман Копняев. В Уральске второстепенные улицы имеют системы водоотведения. Там проблем практически не бывает. Но второстепенные дороги при таянии снега становятся неудобными для проезда автотранспорта. Эта дорога ведет из центра города в международный аэропорт Урал. Для того, чтобы разъехаться на узкой трассе, водители вынуждены выезжать на встречную полосу. Подъездная дорога к мосту через реку Урал требовала ремонта еще в прошлом году. Там ремонтировали коммуникации и вскрывали асфальт. Весной проблема еще больше обострилась. Сейчас здесь застревают машины, провалившись в ямы, скрытые водой. Дороги нет. Вот вы видите, где мы ездим? Чуть ли не под забором, а по снегу. А это улица Полевая в районе арматурного завода. Автотранспорт вынужден объезжать ямы на дорогах. Каждый год ремонтируют дороги, а дороги плохие, состояние плохое вообще. Вот только в том году ремонтировали. И вот уже всю, как говорится, разбили машину. Вообще качество плохое. Плохое качество дорог. Водили жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог о проблеме знают. Но до наступления тепла и схода снега подрядчики приступать к работе не будут. Ямочный ремонт в этом году был по госсокупке, по тендеру выиграл ТОАДАЛАРНА. Был составлен договор на три года. Общая сумма составляет около 945 миллионов. И в текущем году она как бы разделена, вот эта сумма, на три года. В прошлом году сколько потратили? В прошлом году потрачена сумма 30 миллионов. Теперь, в текущем году, больше 300 миллионов. Отметим, что срок службы дорожных заплаток максимум один сезон. Затем ямы приходится заделывать вновь. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Серьезная авария на трассе Уральск-Оксай. Здесь около 12 часов 19 марта водитель легкового автомобиля Ниссан при совершении обгона выехал на встречную полосу и по очереди столкнулся с Камазом и еще двумя машинами. Из-за аварии автодорога оказалась перекрыта. Около часа автолюбителям пришлось дожидаться открытия проезда. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции. Пострадавший получил сотрясение головного мозга и перелом плечевой кости. При совершении маневра обгон допустил столкновение со встречным транспортным средством Камаз. После чего он столкнулся с движущими по путным направлениям автомашинами Ауди и Тойота. В результате ДТП водитель автомашины Ниссан получил телесные повреждения. На месте разбираются сотрудники полиции. В Мангостаусской области мониторинговая группа выявила необоснованное завышение предельных цен на автогаз. Уже неделю в регионе стоит остро топливный вопрос. Пользуясь моментом, два недобросовестных предпринимателя подняли цену на сжиженный газ. На одной из АГЗС стоимость топлива составляла 70 тенге за литр. Представители мониторинговой группы отметили, что предприниматели закупали сжиженный нефтяной газ через электронную торговлю. Его цена не должна была превышать 65 тенге. К слову, сейчас в городе функционирует 30 газовых станций. 19 марта планируется поставка в регион 211 тонн газа, а 20 числа – 251 тонна. Мы проводим работу с целью снижения цен на автогаз. В целях недопущения транспортных очередей проводятся мониторинговые работы. Ситуацию держим на постоянном контроле. В онкологическом диспансере Западно-Казахстанской области возобновят лучевую диагностику. Об этом стало известно в ходе третьей внеочередной сессии областного маслехата. Для онкологического диспансера приобретут новое оборудование. Аппарат обойдется в сумму 5,4 миллиарда тенге. Как отметили специалисты, в рамках государственно-частного партнерства нашелся инвестор, который приобретет медицинский аппарат. На сегодняшний день в области по заболеваниям в соответствии с решением Западно-Казахстанского областного маслехата за номером 38-3 бесплатными препаратами обеспечиваются 280 пациентов. В настоящее время возникла необходимость расширения списка бесплатных лекарственных средств для обеспечения 6 пациентов с редкими тяжелыми заболеваниями. Возрождать материальную и духовную культуру Казахстана намерены участники трехстороннего меморандума. Соглашение о сотрудничестве подписали представители Западно-Казахстанского областного филиала Демократической партии Казахстана АКЖОЛ, Общественного фонда «Зерде памяти» и нашего телеканала. В рамках меморандума планируется проведение различных мероприятий для развития общеказахстанской культуры. Заключение трехстороннего меморандума между Западно-Казахстанским областным филиалом Демократической партии Казахстана АКЖОЛ, Республиканским телеканалом ТДК-42 и Общественным фондом «Зерде память» было приурочено к 30-летию независимости Республики Казахстан. Целью сотрудничества является организация различных совещаний и конференций для развития общеказахстанской культуры. Также участники намерены провести работу по популяризации имен, деятельности и жизненного пути Алашординцев. В текущем году независимости нашей республики исполняется 30 лет. В связи с этим проводятся торжественные мероприятия. Мы планируем провести работу по популяризации деятельности партии Алаш. Впереди много совместной работы. Желаю всем успеха. Возрождение материальной и духовной культуры Казахстана, пропаганда национальной ценности и оказание помощи молодому поколению является основным стремлением всех сторон заключенного меморандума. Также участники будут сообщать о проделанной работе посредством местных СМИ и регулярно информировать население. «Мы решили возменование этого праздника со своими действиями поддержать их среди людей, молодежи и наших сверстников. Поэтому наше дело сегодня правое, нужное, перспективное». Участники договора намерены наладить тесное сотрудничество со школами, государственными отраслевыми учреждениями и общественными организациями, чтобы как можно больше людей приняло участие в придании нового импульса развитию общей казахстанской культуры. Сергей Уланов, Мадина Какимова, Олег Писаренко, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске сотрудники филиала правительства для граждан встретились с осужденными режимного учреждения 170-3, чтобы проконсультировать по интересующим вопросам. Основная цель встречи – это разъяснение правил выплаты социальных отчислений. Более подробно в сюжете. Сотрудники западно-казахстанского областного филиала Госкорпорации правительства для граждан говорят, что такие встречи они проводят регулярно. У осужденных нет возможности узнать о своих положенных выплатах самостоятельно, поэтому специалисты сами разъясняют о мерах социальной поддержки. Выдали удостоверение пенсионеров с пометочкой, чтобы каждый заключенный знал о размере выплачиваемого пособия и пенсии по возрасту от государства. Выдали справочку о произведенных выплатах за год, то есть чтобы они были в курсе, какой доход у них был от государства за год. Осужденные говорят, что эта информация очень полезная, и проведение подобных мероприятий помогает им быть в курсе своих отчислений. «Такие встречи очень полезны. С помощью представителей ЦОНа мы можем узнать о своих положенных выплатах, будь то пенсии или пособия. Мы благодарны за оказанную поддержку». Также осужденные смогли задать свои интересующие вопросы касательно социальных выплат, на которые представители филиала правительства для граждан дали исчерпывающие ответы. Сергей Уланов, Монарбек Кушалиев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Костанайских пенсионеров зовут за студенческую скамью. В региональном вузе для пожилых разработали специальные курсы «Серебряный университет». В «Альмаматор» научат пользоваться компьютерами и приложениями. Расскажут, как ухаживать за садом и огородом. С новоиспеченными студентами познакомилась и наш корреспондент. Несмотря на преклонный возраст, эти студенты, так же, как и любые первокурсники, немного растеряны и даже слегка смущены. За студенческую скамью одних привело любопытство и жажда к общению, других – стремление к знаниям. «Мне прислали аудиозапись, что вот такие курсы открываются и что приглашают. Я, конечно, сразу заинтересовалась, потому что жизнь на пенсии оказывается такой скучной, монотонной. Если честно, меня заинтересовали все направления, почти все, абсолютно. Но вот я на психологию хожу, записалась. Психология отношений разных возрастов». Всего желающих получить знания в университете изъявили более 200 пенсионеров. Каждый для себя выбирает направление по душе. Кто-то хочет подтянуть знания по компьютерной грамотности, кто-то научится писать мемуары. «Это первый проект такой, социальный большой проект, который направлен именно на повышение качества жизни пенсионеров, людей пожилого возраста, активизацию их жизни». Обучение для пожилых абсолютно бесплатно. Занятия будут проходить как в аудиториях, так и дистанционно. Кроме этого, ВУЗ готов разработать программу для желающих повысить квалификацию, либо переобучиться. Все, что нужно сделать пенсионерам, желающим вновь окунуться в студенческую жизнь, это взять и написать заявление. Нина Шапо, Елена Досова, Андрей Сысоев, ТДК 42, Костанай. В октябре открылась выставка изделий местных ремесленников, посвященная празднику Ноурез. Необычная экспозиция привлекла внимание ценителей самобытного прикладного искусства. Все работы выполнены в национальном стиле и передают культуру и быт казахского народа. Лейла Ауесова посетила выставку в областном историко-краеведческом музее. На выставке представлены крах-курпе, кисе-калта, тупкииз и другие предметы внутреннего убранства юрты. Над их созданием трудилась известная в регионе рукодельница Лена Сахариева. Счастье в дом приносят и сувениры ручной работы. Ормбасар Тулегенов прославился своими оригинальными изделиями из керамики. Потомственный гончар может вылепить до десяти таких фигурок в день. Терракотовый цвет издревле популярен на Востоке. «У нас три поколения народных умельцев. Мои предки владели резьбой по дереву. Вот и я пошел по стопам своего отца-скульптора. Я люблю свою профессию. Она очень творческая, хоть и приносит небольшой доход». Национальные узоры – несекаемый источник вдохновения. Каждый орнамент неповторим и несет в себе глубокий смысл. Под умелыми руками Булата Траубаева серебряные заготовки превращаются в настоящие шедевры ювелирного искусства. Авторская коллекция собрала десятки эксклюзивных изделий. Вот большое кольцо свахи. Украшение попало к ювелиру в помятом виде. После реставрации перстень засиял, как новенький. Мастер привел в порядок и женский пояс, украшенный серебряными пластинами. По его словам, такие украшения, инкрустированные натуральными камнями, обладают целебной силой и оберегают от сглаза. «Нас, именно мастеров, вдохновение, которое работает в национальном направлении, в традиционном направлении, для нас вдохновение, то, что вы видите за мной, панораму именно юрты. Это колорит, национальный колорит, национальная одежда. Своя родная природа дает даже нескольких вдохновений, даже мотивацию. Больше даже мотивации, чтобы мы должны создавать и продолжать то, что мы уже средний звенок, и мы должны пропагандировать, чтобы молодежь больше притягивалась к национальным традициям изучать». Этому серебряному браслету почти сто лет. Раньше по таким украшениям определяли статус женщины в обществе. А если говорить в целом, то украшения в старинном национальном стиле сейчас пользуются особым спросом. Здесь можно не только полюбоваться изделиями, но и приобрести их в качестве подарка своим близким. Такие предпраздничные выставки уже стали доброй традицией в областном историко-краеведческом музее и проводятся с целью поддержки талантливых ремесленников. Лайла Ойсов, Марту Дебергенов, телеканал ТДК-42, Ак-Тубе. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Редакция телеканала ТДК-42 поздравляет всех казахстанцев с ноурызом. Всего доброго и до встречи. Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон – 8705-992-0207. Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон – 8705-992-0207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова